Хабиров обрушился с критикой на дорожников, которые традиционно для Башкирии асфальтируют дороги, несмотря на дождь, снег, мороз, лед и прочие, значит, не позволяющие проводить работы. По неподтвержденной информации в процессе и в итоге всей вот этой истории с главой Баймакского района, он подал в отставку. Не знаю, так ли это на самом деле, посмотрим, документов пока никто не видел. Смешно здесь то, что выбрано из всех многочисленных и глобальных проблем жилищно-коммунального хозяйства, вот именно вот это, это качель во двора. И вот поставить человека, который, скажем так, прямо не отличит Хизбут-Тахрир от ИГИЛа, да будут они запрещены на всей планете, человек, который с трудом наверняка может по памяти перечислить различия политической платформы, например, «Справедливая Россия» и ЛДПР. История с этой машиной несчастного председателя Госкомтранса, который злостно нарушает правила дорожного движения, она была неанонимной. Ее увидело и перепостило порядка 25 тысяч человек. В Минсельхозе выстроена некая система обслуживания процессов выделения этих субсидий, что первично стрижет шерсть с несчастных сельхозпроизводителей, которые там еще только на этапе подачи документов их делают. Отрадно понимать, что средний командный состав уфимских РУВД настолько глубоко посвящен и погружен в фэшн-индустрию. Традиционно поставщиком новостей в политической сфере республики у нас остается оперативка в правительстве, на которой принимает участие новая глава республики ради хабиров. Однако я бы отметил, что градус накала начинает потихонечку снижаться. Важность и сенсационность событий, происходящих на этой оперативке, тоже, так скажем, пошли вниз. Скандальности тоже убавляются. Высказывания становятся все более мягкими, но все еще интересными. В частности, надо отметить, что на прошедшей оперативке ради хабиров потребовал от жилищников республики принести клятву готовности к зимнему сезону. Судя по его предыдущим высказываниям и вообще тому, как он уделяет внимание этой теме, судя по всему, тема зимы, зимнего периода, отопительного периода, очень глубоко сидит в сознании хабирова в том смысле, что он, наверное, для себя сложил картинку о том, что неуспех проведения отопительного сезона может отрицательным образом сказаться, в первую очередь, на его имидже, его репутации как руководителя, ну и, наверное, повлиять определенным образом на грядущие выборы. Кроме всего прочего, Хабиров обрушился с критикой на дорожников, которые традиционно для Башкирии асфальтируют дороги, несмотря на дождь, снег, мороз, лед и прочие, значит, не позволяющие проводить работы обстоятельства. Хабиров потребовал назначить какую-то определенную фиксированную дату, после которой запрещено класть горячий асфальт, акцентируя внимание на том, что речь идет именно о горячем асфальте. Впрочем, никакого ответа не прозвучало, я имею в виду, на месте эта дата определена не была. Важно, наверное, проследить за тем, чтобы поручение не повисло в воздухе, а все-таки эта дата прозвучала. Дело в том, что много лет подряд вот эти истории, когда асфальт кладут в воду, асфальт кладут в снег, ну, постоянно всплывали в интернете, в новостных даже каналах, и ничего не менялось. То есть дяденьки приезжают на машине, лопатками такие лепешечки, значит, в воду шлеп-шлеп, лопаткой похлопали, типа дорогу отремонтировали, актируются миллионные суммы в итоге этого ямочного ремонта, естественно, эти лепешечки отлетают через очень краткий период времени, когда мороз разрывает в трещинах весь этот псевдоремонт, ну, и все по-новой. Вот посмотрим, будет ли назначена эта дата, надо будет ее большими красными буквами обозначить в сознании людей, и люди со смартфонами, я думаю, очень быстро отследят исполнение или неисполнение этого поручения Хабирова. Персональной жертвой оперативки в правительстве стал глава Баймакского района, которого Радий Фаритович поймал на недостоверности информации, так мягко определим эту историю. Хабиров сообщил своему подчиненному о том, что тот уже третий раз меняет показания, цитирую Хабирова. Речь идет о истории в Баймакском районе, когда учителей Баймакского района на каникулы отправляли в принудительные отпуска без содержания. Было это или не было, вот так до сих пор стало непонятно, судя по тому, как Баймакский глава менял эти показания. Ну, в общем, это вранье вывело Хабирова из себя. Хабиров сделал ему резкое замечание и сообщил о том, что лучше ему не врать, потому что это может привести к потере доверия. Сами понимаете, что доверие главы региона это самое дорогое, что сейчас может быть у чиновников Башкирии. В общем, по неподтвержденной информации, в процессе и в итоге всей вот этой истории с главой Баймакского района он подал в отставку. Не знаю, так ли это на самом деле. Посмотрим. Документов пока никто не видел. Однако юное Министерство правды Республики Башкортостан уже поспешило сообщить всем о том, что отставка Баймакского главы это, безусловно, карающий меч системы инцидент, который выявил в интернете какую-то там заметку про этого мальчика. И, значит, в итоге именно система инцидент покарала Баймакского главу. Тут, конечно, немножко мы наблюдаем некий казус Белли, потому что именно ради Фаритович, скорее всего, отправил в отставку Баймакского главу, а не система инцидент. Но посмотрим, на чьей стороне на самом деле правда. Все мы помним о том, что скандально известного и кратко пребывавшего на своей должности министра ЖКХ Туманина сменил назначенец ради Хабирова господин Киреев. Мы, честно говоря, не ожидали от него ничего особенного, по крайней мере, в первые дни правления, но, как говорится, случилось. Господин Киреев, оглядев пристальным взором сферу жилищно-коммунального хозяйства республики, обнаружил в ней, в этой сфере, самую главную, по его мнению, и самую глобальную проблему, самое страшное, что есть в Башкирском ЖКХ, это качели для детей. Сначала я тоже не поверил своим глазам, ушам и перепроверил буковки на экране, но нет, действительно, господин Киреев сообщил, что первая и главная акция, которую он проведет в сфере улучшения и спасения, на самом деле, системы жилищно-коммунального хозяйства республики, будет замена всех качелей во всех дворах. Причем замена эта должна случиться срочным порядком. До 31 декабря все качели должны быть заменены на безопасные, повешенные на веревочки и цепочки. И вот так. Если честно, после вот этого шока и трепета, прошедшего от восприятия этой новости, появляются два соображения. Первое соображение, конечно, комического толка, а второе, на самом деле, я бы сказал, что даже криминального. Потому что смешно здесь то, что выбрано из всех многочисленных и глобальных проблем жилищно-коммунального хозяйства, вот именно вот это. Это качели во дворах. Второе, то, что уже более серьезно, это то, что, понимая количество этих качелей в республике Башкортостан, это многие-многие тысячи этих объектов, мы автоматически начинаем понимать ту сумму, о которой идет речь. А еще мы должны знать, что до 31 декабря провести конкурс и исполнить его невозможно. Тогда получается одно из двух. Либо это все фикция и какой-то пиар, потому что ничего не случится, на самом деле, до 31 декабря, либо это прямое указание к нарушению закона. Не хотелось бы верить ни в то, ни в другое. Хотелось бы верить то, что господину Кирееву какие-то недоброкачественные советники насоветовали, как появиться в медиапространстве. Прямо скажем, не зачет. Я бы на его месте сейчас откатил эту ситуацию обратно, сообщил о том, что действительно это была ошибка и некое поспешное решение, и не стал бы настаивать на исполнении этого утопического плана. На прошедшей неделе произошло немного кадровых изменений в высшем руководстве республики, однако одно из этих изменений не прошло незамеченным. Это назначение господина Кельсинбаева еще вчера руководителя советского района города Уфы на место господина Азаматова Даниэля Дамировича, руководителя управления внутренней политики связи со СМИ и проведению выборов и связи с общественными организациями и так далее, и так далее. Ключевого управления в структуре администрации главы республики Башкортостан и вообще человека, который влияет на всю внутреннюю политику, хотим мы этого или нет. Прокомментировать это назначение очень сложно, хотя бы потому, что сначала вообще прозвучало, что Кельсинбаева назначают на освободившееся после Михайлова место заместителя, руководителя администрации главы вот по этому же профилю внутриполитическому. Впоследствии я уточнил информацию и выяснилось, что на самом деле, конечно, не на место Михайлова, а на место Азаматова. Но вот как прокомментировать это назначение, я даже затрудняюсь, я готовясь к съемкам, долго думал, как бы мне не обидеть милейшего Урала Кельсинбаева, человека, действительно вызывающего симпатию, и человек, который достаточно мило и задорно служил нам источником всякой позитивной информации на месте главы советского района, который очень весело и классно бегал вот вокруг этого солдатского озера, демонстрируя нам счастье и комфорт в центре города и в парке Якутова. И вот теперь он становится серым кардиналом башкирской политики, который будет погружен во всю грязь вот этих вот взаимоотношений и конфликтов. Я, честно говоря, конечно, сочувствую Урала Кельсинбаеву хотя бы в том, что человек попадает в среду, в которой он никогда не был, о которой он понятия не имеет, и его назначение вообще, кстати говоря, рушит все задекларированные принципы Хабирова о том, что в нашей команде будут работать профессионалы, там независимо от их там групповой принадлежности, там главное это профессионализм, там навыки, т.д. И вот поставить человека, который, скажем так, прямо не отличит Хизбут-Тахрир от ИГИЛа, да будут они запрещены на всей планете, человек, который с трудом наверняка может по памяти перечислить различия политической платформы, например, Справедливая Россия и ЛДПР, и вообще был далек от политики как таковой, теперь он у нас будет править внутренней политикой, по крайней мере, на уровне вот этого управления. Жаль, что ценные кадры муниципалитетов отдают на заклание и приносят в жертву политическим мясорубкам, жаль, что назначения начали происходить по принципу симпатии и верности, потому что, как было сказано на прошлой неделе, наберете верных, не спрашивайте как с умных. Ну да ладно, я желаю Уралу Кельсинбаеву не потеряться в этих дебрях, не пропасть в этой мутной воде внутренней политики республики Башкортостан, я желаю ему вовремя понять, куда он попал и попытаться оттуда сбежать, но, тем не менее, я считаю это назначение очень неправильным и очень неэффективным. Эпоха всеобщего владения смартфонами, судя по всему, кардинально меняет информационное пространство мира и теперь уже республики Башкортостан. На прошедшей неделе граждане бдительные, язвительные и, судя по всему, уже уставшие от традиций башкирской власти зафиксировали на фото автомобиль председателя Государственного комитета по транспорту господина Мухаммедьянова Тимура Рафисовича. Автомобиль этот злостно занимал парковку для инвалидов. Кстати говоря, это административное нарушение, за которое полагается штраф до 5000 рублей. Но любопытно другое. Граждане прислали эти фотографии в редакцию Эхо Москвы. Эхо Москвы распространило, естественно, в интернете эти фотографии с комментариями и всевозможными причитаниями в Айвэе, как же так. Что характерно, вездесущее око системы инцидент не среагировало никак. Кстати говоря, на прошлой неделе господин Мурзагулов дал некие комментарии, почему не работает система инцидент. Он объяснил, что, оказывается, существует три неких критерия, по которым выбирается и принимается решение о реакции на какие-либо информационные поводы, это массовость, это актуальность и это неанонимность. Вот насчет неанонимности тут, конечно, большие вопросы, но докладно. Так вот, история с этой машиной несчастного председателя Госкомтранса, который злостно нарушает правила дорожного движения, она была неанонимной. Ее увидела и перепостила порядка 25 тысяч человек, и она, безусловно, актуальна, потому что нарушение любых законов и в том числе административных норм со стороны высшего руководства республики, это абсолютно актуальное, важное и социально значимое явление. Так вот, система инцидент на эту нехорошую историю никак не отреагировала. Ну, мне бы очень не хотелось полагать, что эта система является абсолютным фейком, пускай в ней будет хоть что-нибудь работающее, хоть чуть-чуть приносящее пользу. Мне бы очень не хотелось полагать, что в ней заложены принципы избирательной реакции. Вот здесь это еще даже хуже, чем фейковость системы, потому что в таком случае эта штука будет работать исключительно на заказ. То есть на те фамилии, точки, названия и прочее, которые будут заданы оператором. Тогда это уже, в общем-то, не система взаимодействия с населением, а система заказных процессов. Ну да ладно. В общем, мы ждем от Тимура Рафисовича опубликования квитанции об оплате административного штрафа, а, соответственно, от ГИБДД мы, конечно, ждем заведения административного дела по факту вот такого злостного нарушения правил дорожного движения. Мы ждем от господина Мухаммедьянова объяснений того, почему его водители или он сам, мы не знаем, кстати говоря, кто был за рулем, так вот нарушают правила дорожного движения и в чем была необходимость экстренная такой парковки. В общем, ждем, ждем, ждем. Совершенно незаметное судебное разбирательство в Дюртюлинском районе в отношении замглавы этого района на самом деле очень важное явление. И вот почему. На прошедшей неделе суд признал замглавы Дюртюлинского района виновным в мошенничестве. Он требовал и получил откат от местных сельхозпроизводителей. Откат он получил в размере 220 тысяч рублей за содействие в получении субсидии сельхозпроизводителем. Суд признал его виновным, что смешно и характерно взыскал с него штраф в 200 тысяч рублей, то есть мужчина остался в наваре в 20 тысяч. Другого наказания суд ему не определил за мошенничество, что крайне, скажем так, мягкое наказание по 159 статье. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что вот эта история это очень важный, знаковый момент. Дело в том, что распределение сельхозсубсидий в последние годы это глубоко криминализированный бизнес, выстроенный внутри Минсельхоза, выстроенный вокруг Минсельхоза. И вот то, что суд признает механизм получения этой субсидии криминальным, это очень важно. Дело в том, что не только замглавы вот этого Дертюлинского района является получателем этих денег. Цепочка получения откатов по сельхозсубсидиям тянется значительно дальше. Вот на это нужно обратить внимание. В Минсельхозе выстроена некая система обслуживания процессов выделения этих субсидий, что первично стрижет шерсть с несчастных сельхозпроизводителей, которые там еще только на этапе подачи документов это делают. Ну и так далее, и так далее. В общем, вот этот никому не ведомый, абсолютно ничтожный микроскопический судебный процесс в Дертюлинском районе на самом деле должен стать стартом к серьезным процессам в Минсельхозе, ну и с последующими выводами и изменениями. Бесконечно много уже наговорено и рассказано об этой истории с загадочным изнасилованием в здании Уфимского РУВД. Мы знаем, что на этой неделе суд отклонил апелляцию адвокатов, обвиняемых в изнасиловании, и они остались под стражей. Пикантной подробностью явилось то, что самый младший из обвиняемых, господин Ярамчук через своих адвокатов попросил ему доставить в СИЗО ряд предметов, в том числе он попросил доставить ему спортивный костюм из дома, спортивный костюм не простой, а марки Баленсиага. И, как разведали дотошные журналисты, этот спортивный костюм стоит как минимум 105 тысяч рублей. Отрадно понимать, что средний командный состав уфимских РУВД настолько глубоко посвящен и погружен в фэшн-индустрию мировую. Надо отметить, что фирма Баленсиага это чрезвычайно престижная, элитарная и очень малоизвестная широкому кругу потребителей компания. Господин Ярамчук продемонстрировал утонченный вкус и знание мира шоу-бизнеса, но, на мой взгляд, лучше бы он более пристально изучал уголовный кодекс и обязанности, и непосредственные задачи полиции внутри России, а не глянцевые обложки испанских модных журналов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...